Оперативное совещание В правительстве Республики Башкортостан На этой неделе началось вовремя и в срок Начал Ради Фаридович Вступительное слово С того, что он таки подписал указ Об увековечивании памяти Первого президента Республики Башкортостан И согласно этому указу Предусмотрен ряд мер А именно Именем Муртазы Рахимова Будет названа Гимназия-интернат номер 3 Также именем Рахимова Будет названа гимназия в силе Мракова Одна из улиц в Уфе Будет носить имя первого президента Республики Башкортостан И эту улицу пока не выбрали И положено поручено Мэрии подобрать эту улицу А также одно из образовательных Учреждений по выбору правительства Республики Башкортостан Будет переименовано именем Муртазы Рахимова Как я и предсказывал Как я и предполагал Указ Хабирова получился Максимально абстрактным Несмотря на его решительные заявления На могиле Рахимова 7 февраля о том Что он все уже решил И что будет как названо Ну в частности в указе Вот могу сказать Что мы предлагаем Башкирскую академию Государственной службы Переименовать Башкирскую академию Государственной службы Имени Муртазы Габадулыча Рахимова Это очень и символично И правильно Потому что Именно Муртазы Габадулыч Формировал систему управления Республики Молодой республики Тогда Вот И Именно В общественно-политическом центре В госсобрании Он Принимал важнейшее решение И декларация о суверенитете Принималась И присягу принимал Он как президент И именно на этом месте Мы планируем Поставить памятник Первому президенту Поэтому там довольно большой указ Подчеркиваю В понедельник Следующий мы его опубликуем В итоге Пока ничего конкретного Про памятник в указе Тоже говорится Но также абстрактно Что его место будет еще Выбираться Подбираться И рассматриваться При этом Хабиров заявил Что все мероприятия Которые предусмотрены Его указом Должны быть выполнены В течение года До 7 февраля 2024 года К дню 90-летия Муртазы Рахимова Ну вот такие вот Планы у Хабирова Которые свидетельствуют О том Что конфликт Между его задумками И представлением О происходящем Со стороны семьи Муртазы Рахимова Все-таки случился И представители семьи Категорически Не согласны С тем концептом Который Предлагает Ради Хабиров Вступление К оперативному Совещанию Хабирова В этот раз Получилось Довольно коротким И вообще Он очень торопился Он всех торопил Просил сократить Доклады Непонятно К чему он там Готовился То ли к Шаляпинскому вечеру То ли еще К чему-то Очень важному Но в общем Хабиров В торопях Рассказал о том Как он встретился С председателем Союза писателей Республики Башкортостан Которого выслушал И которому Пообещал Отремонтировать Офис Офис этот Находится В ужасном состоянии По словам Хабирова В ужасном состоянии Находится здание Союза писателей Амина Евгеньевна Это ваша зона Ответственности Значит Мы договорились Вот Уже летом Чтобы там Начали ремонт Они оказывается Там не сидят Потому что крыша течет И прекрасное здание Мы его посмотрели Это здание Было передано Союзу писателей В 1984 году Решением Метхадзакирыча Вот прошло Получается Сколько там Ну почти 40 лет И там никогда Ремонт не делался Безусловно Помогать Башкирской литературе Необходимо Однако Вопрос в том Кто воспользуется Этими благами Этим отремонтированным Офисом Что-то мне подсказывает Что там Воцарится Какая-нибудь Зухра Буракаева Со своими Опусами О подвигах Генерала Шаймуратова Собственно Этим все И закончится Кроме всего прочего Хабиров повелел Учредить В Башкирии Ежегодную Литературную Книжную ярмарку Которая будет Проходить в мае Целую неделю И почему-то На Советской площади Далее заслушали доклад Первого вице-премьера Правительства Рустама Муратова О визите Министра экономики Российской Федерации В Республику Башкортостан Максим Решетников Министр экономики Посетил Башкирию На минувшей неделе И, как говорится Приобщился к нашим Традиционным ценностям Федерального министра Прокатили до парка Таратау Где Идельбаев Посреди зимы Извлек Из башкирских Пчел Мед И вручил Решетникову Показали, конечно же Кранашпан Амкадор И прочие традиционные Ценности Современного Башкортостана Закрепили успех Визита Федерального министра Орденом Салават Юлаева Который Окончательно Поверг Федерального чиновника Восхищение регионом Он высказал массу Всевозможных Комплиментов Экономическому блоку Башкирии Все это дело Густо было усыпано Горами Чак-Чака Залитая реками Кумыса В общем, конечно Отпуск у Решетникова Удался Очень хвалил Министр Экономический блок Башкирии Обещал продолжить Эксперименты Над Башкортостаном Как говорится Все, какие только возможно Отдельно Решетников Подчеркнул Своевременность Инициативы По созданию Авиационного кластера В Башкирии Кластера по производству Беспилотной авиации В целом, конечно Вся эта история Носила такой Декоративный характер Очевидно, что Хабиров и его команда Всячески пытаются Заманить Хоть кого-нибудь Из федералов В Башкирию Покатать на лошадях И откормить Чак-чаком В принципе Почему-то получается Заманить сюда Только каких-то Аутсайдеров Что Решетников Что министр торговли Который был Накануне Тот самый Мантуров Все эти люди Считаются В федеральном Правительстве Уже сбитыми Летчиками И готовятся На выход Ну так по крайней мере Говорит молва Но тем не менее И эти остатки Вполне себе Нравятся Команде Хабирова Выслушав Муратова Хабиров вдруг Вспомнил о том Что на Медне Буквально Вот на прошлой неделе Он отправлял Толкачева И двух Кураистов На юбилей Гомельской области В Белоруссию Там исполнилось 85 лет Этой Гомельской области И Хабиров вдруг Как-то Совершенно не в тему Переключился На Толкачева Заставил старика Отчитаться О том Как он отплясал В Гомельской области Собственно Толкачев Видимо был готов К этому вопросу И затеял Длинный Нудный Рассказ О том Как он съездил В Гомельскую область Коллеги Очевидно Что сотрудничество Между нашими регионами Необходимо развивать На разных уровнях В том числе На муниципальном Этот вопрос Мы подробно Обсуждали На встрече С председателем Гомельского Горосполкома Владимир Александровичем Приваловым В том числе Рассматривали Возможность Заключения Побратимских Отношений Уфы С Гомелем Других Развитых Городов В Гомельской области Такие как Мозыр Злобин Калинкович Речица С крупными городами Нашей республики В первую очередь С Стрельтамаком Ну и с другими Салаватами Шимбаем Октябрьском Он долго Восхищался Дружбой народов Рассказывал Какой фурор Произвел его Визит В эту Провинцию Беларуси Рассказывал О том Что Он постоянно Как он выразился На себе Чувствовал Прекрасные отношения Ну вот буквально На себе Хабиров Во время Рассказа Толкачева При этом Откровенно Скучал Пярился В потолок Болтал С Назаровым Ну и вообще Скучали все На самом деле Судя по тому Что показывал Зал Толкачев Оказался Неожиданно Многословным Повторялся Перескакивал С пятой На десятой Требовал Всевозможного И разнообразного Сотрудничества С Беларусью О чем собственно Говорили и так И без него Далее Хабиров Стал всех Торопить И строго Всем заповедовал Чтобы их Доклады Были краткими И ну видимо Это вот после Бесконечного И невнятного Доклада Толкачева О том как он Прокатился В Гомельской области И как он там Играл на Курае Уважаемые коллеги Заслушаем оперативные вопросы Елена Анатольевна Вам говорю И всем Вот буквально По две минуты Сокращайте все Потому что мы Уходим из графика Нашего Пожалуйста Вызвали на сцену Елену Порчаковскую Которая осветила Как выразился Хабиров Оперативные вопросы Собственно В этот раз Елена Анатольевна Мужественно Констатировала Что за неделю Ничего не изменилось Что Мэр Уфы Мавлеев Демонстративно И подчеркнуто Забил на поручение Причем Прямое поручение Хабирова Разобраться со снегом А до жителей Уфы И многих других Населенных пунктов Башкортостана Наконец дошло То что Снега уже давным Давно не было В нашем регионе А он все еще С декабря Лежит на улицах И превратился уже в лед Прочаковская Собственно Единственное Что смогла Подчеркнуть Это то что Жалоб на количество Снега И непроходимость Улиц Тротуаров И дворов Стало еще больше Собственно Ничего не делается Мы уже пришли К выводу Что Мавлеев Накапливает снег Для того Чтобы было На чем подзаработать Запустив Этот снегоплавильный завод Другого Объяснения Вот этому Бездействию Мы собственно И не находим Несмотря на спешку Все таки Был выпущен На арену С дежурным докладом О ковиде Рахматуллин Айрат Разифович Министр здравоохранения Республики И у меня все таки Складывается впечатление Что ковид И вот эту проблему Ковида Власти Башкортостана Да и в целом Власти России Держат Прозапас Очень уж удобно Если что произойдет Или что-то пойдет Не так Возникнут какие-то Волнения Или возмущения Очень уж удобно Будет снова пустить В ход Вот эти аргументы О том что Простите у нас тут Пандемия Эпидемия Никому на улицу Выходить нельзя Я даже вот Задумался В какой момент Этот аргумент Будет запущен Вновь И когда Гражданам опять Объяснят Что видите ли У нас опять По словам Рахматулина Кстати это именно так Возросла заболеваемость На 63% За минувшую неделю Вот Рахматулина Нам об этом сообщает Казалось бы Это вот катастрофа Плюс 63% Заболеваемости Это ужас Ужас Надо что-то делать Но при этом Власти особенно Ничего не делают Просто пока констатируют Еще раз подчеркну Мне кажется Что ковид Они держат Прозапас В еще более Ускоренном темпе Произошел Триединый доклад О ситуации В ЖКХ На дорогах ИЧС Госпожа Голованова Пожалуй Что поставила рекорд О проблеме ЖКХ Которая Волнует Безусловно Всех жителей Башкирии Да и всех жителей России Исполняющая обязанности Министра Жилищно-коммунального Хозяйства Республики Говорила Внимание 51 секунду Уважаемый Радий Фарич Уважаемые участники Совещания За период С 6 по 12 февраля В Республике Преизошло Три случая Аварийного отключения Коммунальных ресурсов С превышением Допустимой продолжительности Перерыва Их предоставления 10 февраля В Турмазинском районе В связи с повреждением Воздушной линии Электропередач Произошло аварийное Отключение Электроснабжения Повлекшее за собой При остановлении Подачи теплоснабжения Под отключением Оказалось 112 домов Отключение Длилось 13 часов И два случая Произошли в Кировском районе Города Уфы Когда В плановом порядке Были установлены Узлы учета тепловой энергии Но в связи с тем Что затянули Устранение Ну как бы Не смогли вовремя Установить эти приборы Авария Приобрела статус Аварийных В первом случае 6 февраля Узлы устанавливали 7 часов Второй случай 10 февраля Узлы устанавливали 9,5 часов Здесь конечно Просьба к администрации Муниципалитета Все таки Более оперативно В зимний период времени Устанавливать эти приборы Кратко все Ради Фарича Спасибо То есть все проблемы Жилищно-коммунального Хозяйства Республики Уложились 51 секунду доклада В целом Все хорошо Прекрасная маркиза Всего 3 аварии Более 8 часов Отключения Коммунальных ресурсов Случились за истекшую неделю 2 из 3 Произошли в Уфе На этом Госпожа Голованова Свой доклад закончила Не менее кратким Был Александр Владимирович Калибанов Он сообщил нам о том Что за Отчетный период За неделю Произошло 25 ДТП В которых пострадало 30 человек И погиб всего один Действительно Господин Калибанов Демонстрирует Рекордное снижение И количество ДТП И количество пострадавших И количество погибших Только 23 человека Погибли в 2023 году На дорогах Башкортостана Что на 15 человек меньше Чем за тот же период Предыдущего года Собственно Если так пойдет дальше То Калибанов Безусловно Выполнит поручения И Путина И Хабирова А вот в области Чрезвычайных ситуаций Похоже Дела идут Не так гладко Опять за неделю Погибших В пожарах 7 человек Всего За Январь и февраль Неполный февраль 2023 года В Башкирии Погибло в пожарах 52 человека Это вдвое Больше чем погибло В ДТП Но зато Башкирские спасатели Отъехали в Турцию И спасли там Ребенка За что им большое спасибо Впрочем Хабиров Почему-то Запретил Башкирским спасателям Продолжить свою операцию В Турции И повелел Самым срочным образом Их вернуть В Башкирию Посмотрите Наверное Эта неделя Надо возвращать Их спасатели Сами определитесь Когда Там какие-то работы Посоветуйтесь С турецкой стороной Не знаю Беспокоится ли Хабиров О возросшем Проценте Погибающих Соотечественников В пожарах Или просто Хабирову Не хочется Демонстрировать Излишнее Благоволение Турецкой республики Которая попала В ужасную Чрезвычайную ситуацию Не знаю Почему Но Хабиров Потребовал Срочно Вернуть Башкирских Спасателей Обратно В Башкирию Пятым вопросом Оперативного совещания Был вопрос Об итогах Развития Промышленных Кластеров В 2022 году В республике Башкортостан Доклад делал Любимчик Хабирова Шильдеев Александр Николаевич Который Рассказал нам Что в республике Башкортостан На данный момент Существует Пять Кластеров Это Мебельный Авиационный Промышленный Машиностроительный И сельскохозяйственный Это Мебельный Кластер Промышленный Кластер Авиационный Машиностроительный И агропромышленный Кластер Общее количество Предприятий Участник Кластеров Составляет Более 60 Участие В кластерах Позволяет Промышленным Предприятиям Претендовать На меры Государственной Поддержки Федерального Уровня Всего В Российской Федерации 57 Кластеров И почти 10% Из них Находится На территории Республики Башкортостан Более того Господин Шильдеев Рассказал о том Что в 2023 Году Копилка Башкортостана Пополнится Еще двумя Кластерами Это будет Кластер Легкой промышленности И кластер Станкостроения Собственно Что такое Вообще Кластер Энциклопедия И Википедия Нам говорят о том Что кластер Это скопление И объединение Несколько Однородных Элементов Которое Может быть Расценено Как самостоятельная Единица И обладающая Определенными Свойствами Но это Научное Определение То есть Говоря простым языком Кластер Это объединение Неких Однородных Предприятий Которые Находятся В Сколько-нибудь Непосредственной Близости Друг от друга Которые Формируют Некую Промышленную Среду И которые Судя по всему Являются Неким целым Взаимодействуя Между собой И производя Общественное Благо Собственно Что Происходит С этими Кластерами Шильдеев Описал Достаточно Понятно Он рассказал Нам о том Что Зарегистрировав Какой-либо Кластер В Федеральной Системе Эти кластеры И эти предприятия Начинают Получать Льготные Кредиты Получать Льготы По налогам И отчислениям Заработников И даже Этим предприятиям Датируется Покупка У них Их продукции То есть Покупателям Компенсируется Довольно Существенный Процент Стоимости Продукции Ну Звучало Это все Прекрасно И замечательно Правда Если вдуматься В серьез Сам процесс То мы Видим Такую картинку Ну Что такое Промышленный Кластер Который Иногда Еще У нас Именуется Химическим Кластером Собственно Берется Например Предприятие Сода Салават Стекло Добавляется Туда Какой-нибудь Салават Газпром Нефть Оргсинтез Могу ошибаться С названием Ну Понятно Да Вот эти Три Давным-давно Существующих Предприятия Записываются В один список И называются Кластером После этого Они начинают Уже Получать Льготные Кредиты И льготы По выплатам Налогов И сборов За своих Сотрудников Ну то есть Здорово Удобно Да То есть Еще вчера И многие Десятилетия До этого Например То же самое БСК Существовало И работало Как оно работало Теперь Шельдяев Назвал это Кластером И БСК Начинает Пользоваться Льготами На самом деле Что происходит На самом деле Действительно Сейчас в России Происходит Беспрецедентная Попытка Спасти И удержать Промышленное Производство Спасти его От банкротства И разрушения Под воздействием Западных Санкций И нарушения Торговых Цепочек Которые Безусловно Случились И с поставками Большие проблемы Европейцы Перестали потреблять Многие позиции Нашей Нефтехимии И Просто большой Химии В том числе Минеральной Потому Государство Пытается Залить Предприятие Деньгами Но через Такую Завуалированную Форму Давайте Сделаем Кластеры Составим Список Предприятий Назовем Это Промышленным Кластером И будем Давать им Льготы Я не знаю Даст ли Это Экономический Эффект Даст ли Это Возможность Спасти Предприятие От Разрушения Банкротства И Как Следствие Падения Экономических Показателей Регионов Но на данный Момент Вот это Вот Происходит В редких Случаях Эти Кластеры Содержат Какие-то Новые Предприятия Ну Есть Исключения Безусловно Они есть И в Башкирии Например Предприятие По созданию Гофрокартона Очень которым Гордится Шильдяев И его Команда И вот Это Предприятие Оно Действительно Создано И будет Работать Производить Сколько-то Миллионов Квадратных Метров Гофрокартона Упаковочного Материала Чаще Всего Все-таки Это Уже Довольно Таки Сложившийся Список Предприятий Которые Просто Шильдяев Под копирку Заводит В этот Кластер И декларирует Успешность Своей Работы Экономики И прочих Вот этих Министерств Которые Собственно Сами Ничем Не управляют А только Ведут Статистический Учет Свелась К тому Чтобы Устраивать Ритуальные Танцы С бубнами Завуалированными Акциями И мерами Государства По поддержке Предприятий Которым Просто По сути Выдаются Дешевые Государственные Деньги Чтобы Удержать Их На плаву Тем не менее Ради хабиров Которые Как мы знаем Не особенно В вопросах Экономики И промышленности Остался Очень доволен Докладом Шильдяева Сказал Что все Зашибись Надо Это все Дело Развивать И поддерживать Правда Высказал Какую-то Смутную Тревогу О том Что Кластеры Должны Не только Создаваться Но еще И работать Надо теперь Чтоб Они Заработали Завершили Оперативное Совещание По крайней мере Список Докладов Завершался Докладом Опять Министр Здравоохранения Айрата Рахматулина На тему О работе Тяжелого Медицинского Оборудования В Республике Башкортостан Собственно Хабиров И говорился Что он Отдельно Просил Отчитаться Рахматулина Именно По этой Проблеме И Рахматуллин Сообщил Нам о том Что Всего В Республике Башкортостан На данный момент 921 Единица Тяжелой Техники Это 21 Ангиограф 76 Аппаратов КТ 19 Аппаратов МРТ 6 Линейных Ускорителей 559 Рентгенаппаратов 108 Момограф И 132 Флюорографа То есть Вот полный Исчерпывающий Список То оборудование Которое Работает В Республике Башкортостан И которое Называется Тяжелой Медицинской Техникой Архматуллин Отметил Что за 22 Год Добавилось 75 Единиц Этой Тяжелой Техники И За период С 19 По 22 Год Добавилось Всего 141 Единица Тяжелой Техники Сколько Единиц Тяжелой Техники Выбыло По причине Окончательной Поломки И неработоспособности Министр Рахматуллин Уточнять Не стал Я отдельно Для себя И для вас Отмечу Что в последнее Время В докладах Министров И чиновников На оперативных Совещаниях Все чаще И чаще Звучит Вот этот Период Времени По отчетности С 19 По 22 Такое ощущение Что министры Начали Подводить Итоги Деятельности Ради Хабирова На посту Главы Республики И всячески Подчеркивают Ее эффективность Отдельно Министр Рахматуллин Оговорился О том Что ведется Стражающий Мониторинг Работы И занятости Вот этой Тяжелой Техники Что она Никогда Не простаивает Что у него Везде на экране Видны моменты Занятости И там Свободности Этой техники И доступности Для граждан Вообще Все вот это От Рахматуллина В последнее время Звучит Как вкусная точка То есть Работаем На отлично Вопросы Не задавайте У нас там 550 Миллионов Тысяч Миллиардов Свободных Мест для записи Ну и так далее Всякая прочая Чушь Которую несет Наш вот этот Как бы Министр здравоохранения В частности Он заявил В этом своем докладе Что Цитирую Ситуация С применением Медицинской техники Соответствует Стандартам По России И мировым Тенденциям Оказания Медицинской Помощи Все Как говорится И точка Соответствует И заткнитесь Также Господин Рахматуллин Категорически Заявил нам О том Что смертность От сердечно-сосудистых Заболеваний Снижается И находится В рамках Нормативов Национального проекта Вот тоже Относитесь к этому Как хотите Снижается И точка Ну Выслушав Вот этот Бравурный Доклад Рахматуллина Занимаетесь Проблемы пытаются Сейчас активно Заболтать Заболтать цифрами Заболтать статистикой Всевозможными Наукообразными Формулировками И прочими вещами Сделать это Будет непросто Хотя бы потому Что люди на практике Сталкиваются С отсутствием Специалистов С отсутствием Возможности Записаться на прием И прочее И все это По сути Перебивает Все вот эту Вот Задорную Болтовню Господина Рахматуллина О том Что все прекрасно И в Багдаде Все спокойно Завершилось Оперативное Совещание В правительстве Очень неожиданным Образом Хабиров Вдруг Стал искать В зале Председателя Исполкома Партии Единая Россия Господин Насерединова Прямо Стал спрашивать А где у нас тут Руслана Насерединова Где он тут Вообще должен быть А его нигде не было Потом Хабиров попытался Вывести этого Насерединова На видеосвязь Ну в надежде Что Как и все чиновники И всякие Полуполитические Деятели Они прилинули Сейчас к экранам И ждут Когда им Разрешат Включить Видеосвязь Но Господин Насерединов Не был обнаружен И по видеосвязи Уважаемые коллеги У нас Руслан Танович Здесь Это Исполком Единая Россия Нет его А он Не подсоедился Или он В Москве У нас находится Хабиров Спасительно Для себя Предположил Что Насерединов Наверное В Москве В командировке Но Тем не менее Тему свою Продолжил И дело Было Вот в чем Ради Фаридович Зачитал Справочку О том Что в Мишкинском районе Была обнаружена Незаконная Свалка ТБО Там Целый Полигон ТБО И туда Постоянно Вывозились Отходы Некой Компании Стройпроект И О ужас Эта компания Стройпроект Оказывается Принадлежит Или Аффилирована С неким Местным Депутатом Районного Совета Господином Шамсудиновым Р.Р. Как выразился Ради Фаридович И вот этот Шамсудинов Р.Р. Депутат О ужас От Единой России Собственно Для этого И искал Глазами В зале Вот этого Насрединова Ради Фаридович Чтобы отчитать Его за таких Вот депутатов Ну Дальше Хабирова Понесло Он стал шуметь Заявил Что не надо Нам таких Депутатов Сообщил Напомнил Присутствующим Что он Хабиров На минуточку Все-таки Председатель Башкирского Отделения Партии Единая Россия И он Как бы Прямо Примет Какие-то меры Прямо Здесь На месте Потребовал От Исполкома От Совета Мишкинского Района Чтобы Они Самым Срочным Образом Разобрались С этим Шамсудиновым И каким-то Образом Видимо От него Избавились Он же Депутат Я так понимаю От Единая Россия Да Я на минуточку Напомню Что я являюсь Секретарем Регионального отделения Единая Россия Может быть Не этот формат Но тем не менее Мне вот сейчас Принесли Я прошу Исполком Пусть разберется Администрация Разберется Не надо нам Таких депутатов Ладно То есть Если эти факты Подтверждают Сами перепроверьте Что он там Значит Сбрасывал Сбрасывал Мы тут одной рукой Значит Гребем эти Свалки Значит Пуча денег Туда у нас Уходит А Другого боку Наш депутат Значит Туда Подгребает Так не бывает Ладно Разберитесь И Ну Надо У главы Спросите Что там происходит И Подчеркиваю Не надо нам Таких депутатов Ну Юрист Хабиров Как обычно Предлагает Совершенно не юридические Пути решения Вопроса Тут стоят Несколько проблем Например А вдруг Этот Шамсудинов Избрался По одномандатному Избирательному округу Тогда его Вообще Нельзя отозвать Никто Кроме избирателей Отозвать его Из депутатского Кресла Не может Если он Избран По партийным спискам Вот в этот Совет Мишкинского района То тоже Не просто В общем-то Отозвать депутата Но что-то У меня подсказывает Что получится Даже я вполне Допускаю Что этот Шамсудинов Р.Р. Уже завтра Напишет Добровольно Заявление О сложении Собственных полномочий Депутата В общем Вот такой Нехороший Казус Казус этот Очень показательный В том смысле Что Уже даже Хабиров Понимает Насколько Сгонила Вот эта рыба Под названием Единая Россия Причем Сгнила она Не только С хвоста Но и с головы Мы знаем Что у Хабирова Образовался Существенный конфликт С господином Сидякиным После того Как Сидякин Отбыл В партийную Немокулатуру В Москву И сейчас У Хабирова Конечно Нет никакого Доступа К ресурсам Партии Единая Россия В Москве Видимо Вот через Такие мелкие Уколы И укусы Дорогой Ради Фаридович Пытается восстановить Свой статус-кво В политическом Пространстве Потому что На носу выборы Партия Единая Россия Того и гляди Выйдет из-под его контроля И начнет здесь Чудить Чего-нибудь В Башкирии Совсем не в его пользу А это конечно Ему не на руку Выборы у нас В Курултай Это серьезно И соответственно Партию нужно брать Под контроль А на данный момент Не получается И вот я полагаю Что вот этот Демарш В отношении Полигона ТБО В Мишкинском районе И депутата От Единой России Который его Активно Пользовал Этот Демарш И есть Первая ласточка Вот этой войнушки Между Хабировым и Сидякиным Которая в ближайшее время Разрастется В Башкортостане Ну кроме всего прочего Надо конечно понимать Что Мишкинский район Это все-таки Не какая-то ТР инкогнито Где никто не видит Что происходит Все прекрасно Знали что этот Полигон ТБО Существует Все прекрасно Знали что он Нелегальный И правоохранители И местный совет И администрация района Да и я скажу больше Наверняка Все прекрасно Знали кто Причастен к его Эксплуатации Кто его Уже несколько лет Между прочим Эксплуатирует И кто извлекает Из него прибыль Депутат Шамсудинов От Единой России Депутат Районного совета Почему-то Не возникало вопросов И вдруг Вот это все Бахнуло В общем Интересная история Будем наблюдать За ее развитием Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok